дорогие друзья я вас очень сильно приветствую на канале одесской кухни одесса мама любит нас сегодня будем готовить очень неоднозначное блюдо у нас к этому блюду абсолютно разные отношения мы сегодня будем готовить шаурму дана настоящий восточный рецепт шаурмы сожалению шаурма как блюдо себя дискредитировала не того что это плохое блюдо не потому что на невкусно а потому что те люди которые готовят и ищевое готовит у нас как минимум вызывает очень много знаков вопроса дорогие друзья я хочу чтобы у нас сегодня после приготовления правильного рецепта фантастически вкусно домашней шаурмы сформировалась абсолютно иное свое мнение в отношении этого блюда на востоке например шаурма ну и продают на каждом углу как у нас там пирожки пироги как у нас там сладкие булочки то есть для них это не проблема при соблюдении всех правил личной гигиены поваров которые делают шаурму а сколько анекдотов есть про шаурму дорогие друзья чтобы шаурма получилось правильное такие фантастически вкусное спешим рассказать 1 одесский анекдот представляешь сема моя цилечка ушла от меня и оставила без копейки денег а я тебе умоляю мони моя роза тоже оставила мне без копейки и уходить таки никуда не собирается и только правильные и свежие ингредиенты 2 овальных крупных лаваша 2 круглых небольших лаваша 400 грамм сочно запеченной курятины или филе 100 грамм твердого сыра в частности это российский и 100 грамм корейской морковки один крупный соленый огурец 500 грамм жареного картофеля на это еще присты и сделать и 6 столовых ложек сметанно-майонезного чесночного соуса дорогие друзья сегодня будем готовить правильный рецепт фантастически вкусной домашней шаурмы картофель прячем пасть нам в кадр мы его замочили очень хорошо мыли чистили снова мыли протерли насухо сняли кожицу еще раз хорошо помыли и еще раз протерли нас в отношении картофеля нам нужно будет жарить картофель нужно ли таким образом чтобы он сочный вот это будет нашим первым испытанием первым секретом и так что мы делаем с полу килограммами картофеля картофель мы нарезаем на крупную соломку толщину где-то до одного сантиметра сразу закладываем в кастрюлю даже не догадываетесь что мы сейчас будем делать с этим будущим жареным картофелем вы наверно думаете что жарить да посмотрим заливаем его кипятком кладем на огонь доводим до кипения второй секрет он касается запеченной курицы курица должна быть обязательно запеченная и должна быть сочная как это сделать вот например запекаете целиком курицу она сочно например на канале детской кухне запеченной курицы на бутылке третий секрет третий секрет касается всех ингредиентов что картофель что курица картофель должен быть свежей жареной курица должна быть свеже запеченная то есть это готовится прямо непосредственно перед формированием самой шармы так три секрета позади идем дальше это картофель закипел собираем шум затем на 5 минут закидываем 3 воровых листа накрываем крышкой варим ровно пять минут так чтобы вода хорошо кипела четвертый секрет касается майонеза чесночного соуса вот честно говоря на процентов 50 вкус и аромат шаурмы зависит от этого соуса из чего он делается берем в данном случае мы имеем 6 столовых ложек чесночного соуса как его готовить очень просто берем домашний майонез кстати на канале детской кухни есть уже три рецепта домашнего майонеза 2 блендером один миксером 4 столовые ложки домашнего майонеза и 2 столовые ложки сметаны туда же берем крупный зубчик чеснока на мелкую терку натираем туда чеснок и очень хорошо все смешиваем и перемешиваем и даем возможность этому соусу настояться получаться до часа прошло 5 минут огонь выключаем достаем лавровые листики свое приятное дело они уже сделали затем накрываем крышкой и даем в кипятке картофелю побыть еще ровно пять минут для чего мы делаем эти процедуры наша задача картофель наполовину творить да так чтобы благодаря этим процедурам крахмал принимает особенно правильную форму когда мы будем жарить картофель внутри будут мягкие сочные а снаружи обжаренном специально для шурмы следующий фокус который мы сделаем сейчас который будущий жареный а сейчас недоваренный выкладываем от ушла даю возможность ему хорошо стечь чтобы картофель хорошо потерял влагу мы добавляем три-четыре щепотки соли соль на себя в таком открытом виде картофель и выкладываем в холодную комнату выдержим 40 минут за это время он полностью охлаждается и избавляется от лишней влаги прошло положенное время картофель полностью охладился и готов к следующему этапу кулинарной обработки прогреваем сковороду на максимальном огне добавляем 30 миллилитров рафинированного подсолнечного масла все правильно вот теперь мы от картофель будем жарить а теперь готов к этой процедуре на большом огне 5-6 минут прокаляем масло чтобы улетучили все водные части летучие соединения чтобы остался только жир и так друзья 400 грамм филе на две шаурмы мы разрезаем на небольшие кусочки это может быть любая часть курицы главное чтобы она была сочная и только приготовим чтобы она была еще теплой вот только снятая с огня разрезаем на небольшие части пол сантиметра пол сантиметра либо запекаем другую часть курицы вам чтобы она была горячая виде как красота всыпаем постоянно перемешивать картошка наполовину сварена теперь нам нужно наполовину еще прожарить сковородку раскочегарили картофель во всю жарится то есть нам с каждой стороны картофель нужно будет 3 и с приготовлением картофеля можно заканчивать скажем по маленькому секрету у нас в городе на пересечении улице преображенской и большой на узкой есть одна особенная шаурмина она еще там с начала 90-х годов ребята приехали учиться еще в советское время когда закончили уже была независимой независимая страна советского союза уже не было можно было заниматься бизнесом ребята кстати были иностранцы приехали из сирии и подарили нашему городу сирийский вариант восточной шаурмы это оригинальная рецептура честно вам скажу ничего вкуснее среди все виды шаурмы которые пробовал ничего вкуснее еще не придумали картофель выключаем на все про все у нас ушло ровно 10 минут картофель вынимаем и охлаждаем дом до 40 45 градусов пока мы сейчас дальше будем снимать либо разогреваем всю духовку либо накаляем сковороду на плите и так пятый секрет он касается непосредственно лавашей лаваш должен быть тонким но не сильно тонким и не должен рваться но вот обратите внимание какой он толщины буквально там один-два миллиметра затем для чего нужен маленький лаваш это своего рода защита от того что учитывая что здесь и соус чтобы он просто не потел а дальше делаем очень быстро на дно выкладываем мясо следующий идет картофель вдоль выкладываем помните в ингредиентах при соленой огурчики 1 8 огурчика с каждой стороны выкладываем затем 50 грамм корейской морковки она очень здорово дополняет и 3 столовые ложки майонезная сметана чесночного соуса сверху на одну шаурму натираем 50 грамм сыра не заморачиваемся берем обычный твердый сыр российский затем затем трамбуем шаурму накрываем ее и заворачиваем немножко прессуем и выкладываем в разогретую сковородку нам нужно с двух сторон с этой стороны и с нижней сделать так чтобы лаваш был хрустящий и это дело в чугунной сковородке по четыре минуты с каждой стороны на максимальном огне второй анекдот соломон маркович был женат уже в пятый раз и поэтому в женщинах он разбирался таки не хуже самой инквизиции переворачиваем вторую сторону ведь я немножко прижимаем шарма припекла с этой стороны так и должно быть хрустящая вкуснота скоро будет полной боевой готовность полнейшие еще и так друзья сделаем ревизию правильной шаурмы слышите такая должна быть шарма горячая здесь здесь обычно а здесь хрустящие так теперь шарму разрежем пополам буду это делать это при вас посмотреть какая эта красавица в разрезе видите давайте же посмотрим вот так выглядит шаурма красиво правда все здесь есть все присутствуют песок дорогие друзья когда вы отведаете настоящую домашнюю шаурму по правильному рецепту нам захочется еще это попробовать вам вообще захочется это кушать каждый день дать это можно поправиться конечно вот и нереально вкус нереально просто дорогие друзья когда вам понравится этот рецепт поделитесь 10 лучшими знакомыми друзьями и родственниками если нет с тремя худшими если есть возможность выставите ссылку на эту вкуснейшую на эту правильную на эту таки правильную шаурму социальные сети кулинарные форумы и другие интернет ресурсы ставьте лайки нажмите нажимайте на колокольчик то есть подписывайтесь на канал детской кухни при выходе новых шедевров новых классных рецептов вы будете в числе первых их получателя берегите себя и своих родных приятного аппетита